всем привет и сегодня мы продолжаем чтение я из лекции юги баджина в переводе юлианы давыдовой сегодня тема будьте прямолинейны искренне и улыбайтесь пока я жив я буду продолжать говорить об одном и том же счастье это право человека по рождению все рождаются чтобы быть счастливыми мы несчастливы потому что в нас происходит короткое замыкание мы несчастливы потому что наша нервная система не выдерживает мы несчастливы потому что наша интуиция не отвечает нам в течение 9 секунд вас никто не учил как именно как иметь стальные нервы вы пасуете перед стрессом это происходит потому что вы не являетесь собой кто-то имеет перед вами преимущество вы что-то выдумываете и прикрываетесь а это очень болезненно в жизни не должно быть боли богатство не гарантирует вам безопасность истинное богатство наступит тогда когда она везде вокруг вас и вы чувствуете себя в безопасности мы делаем все возможное чтобы почувствовать себя в безопасности так как это важно для нашей жизни даже любовь является нашей безопасностью это моя жена это мой муж мы доходим до того что говорим это мой бог к сожалению бог всего один и все делят его между собой нет никакого счастья вне нас вы никогда его там не найдете вы должны отправиться внутрь в себя и достать его оттуда все что есть бесконечной вселенной и есть в вас есть и в вас бог живет внутри вас если вы не можете жить счастливо нет никакого счастья на всей планете вне вас есть только относительное счастье внутри вас реальное счастье это простая наука будете ли вы индуистом христианином сикхом или хинду это ничего не изменит потому что несчастный христианин и несчастный сикх остаются двумя несчастными людьми проблема в том что мы гонимся за относительным счастьем они за реальным и чтобы мы не делали относительное счастье будет отсказывать оскользать от нас как мираж так как она ни на чем не базируется что такое кундалини йога очень простая вещь она раскрывает вас скрытое знание какое знание разве вам есть что изучать нет но внутри вас есть знание счастье когда человек не может применить себя полноценно когда он не может быть удовлетворен из-за нехватки знаний его охватывает разочарование и злость вам не хватает выдержки и терпения чтобы выдержать то что невозможно выдержать нет никого в этом мире кто может сказать вам что делать или решить за вас ваши проблемы ответ на ваши проблемы находится внутри вас ваше я знает его переживание очень важны и почему потому что будучи ребенком вы всему учитесь через переживание переживание родителей переживание соседей даже переживание собаки это нормально ребенок и должен учиться через переживание но переживание ребенка превращается в переживание взрослого а потом в переживание пожилого человека. Древние йоги говорили так. Человек является продуктом переживаний. Его счастье пропорционально тому, насколько он контролирует свои переживания. Это было написано 5000 лет тому назад. Но вместе с переживаниями существует то, что называется психологическим стрессом. Психологический стресс это глубокое действие, которое полностью встряхивает вашу личность. Итак, наша жизнь состоит из переживаний и психологических стрессов. И поэтому мы никогда не являемся собой в течение жизни. Никогда. Вы тратите деньги на то, чтобы красиво одеваться. Вы хорошо выглядите, обладаете властью. Но вы и копейки не стоите, потому что оскорбляете свой собственный разум снова, снова и снова. Вам не нужно искать врагов. Вы свой самый главный враг. Никто не может сделать вам больно. У вас так много свободы. Вы можете говорить, что хотите и купить то, что хотите. Но вы не можете приобрести свое собственное счастье. Вы не можете быть счастливы, имея все богатства мира. Я хочу задать вам один вопрос. Когда вы начинаете делать то, что по-настоящему хотите делать? Наступит ли тот день, когда вы перестанете реагировать и станете самими собой? Это будет день, когда вы станете человеком. Все остальное время вы ведете себя как животные, которые импульсивно действуют и импульсивно реагируют. Все на этой планете верят, что если бы они имели пару миллионов долларов, то были бы счастливы. Забудьте об этом. Если вы думаете, что семья сделает вас счастливыми, то нет. Если вы полагаете, что окружение может осчастливить вас, забудьте и об этом тоже. Ничего из вышеперечисленного не поможет вам стать счастливым. Все на земле верят, что что-то может сделать их счастливыми. Но дело в том, что счастье не снаружи, оно всегда внутри. Вы учитесь в жизни через переживания, и вы застываете под воздействием психологического стресса. Психологический стресс футболит вас, как будто вы мяч. И вся трагедия в том, что этот процесс никогда не заканчивается. Стресс ударяет по вам, вы бьете в ответ, бьете в ответ, бьете в ответ. Мы сами оставляем шрамы в своей жизни. К чему бы не привел вас психологический стресс, и кем бы он ни был вызван, вам нужно иметь дело с его следствиями. В детстве мы не можем это сделать, потому что не знаем как. А когда мы вырастаем, стресс становится горами и долинами наших жизней. Когда у вас есть переживания, которые принимают более глубокую форму психологического стресса, внутри вас возникает конфронтация с самим собой. Ваш ум может быть как сильным врагом, так и другом. Через переживания мы познаем жизнь, а через психологический стресс разрушаем ее. Через переживания следует психологический стресс. Почему вы это проходите? Почему это происходит? Потому что наша интуитивная способность отвечать на вызовы жизни не развита. у каждого человека есть всего 9 секунд на то, чтобы противостоять вызову, найти ответ и применить его. На все это у вас есть 9 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok